Ну и сейчас появляются уже хозяйки этой площадки, футболистки Кристалла. Многие из них когда-то играли за «Аврору». Обо всем этом, конечно, мы поговорим уже, когда начнется встреча. Там, Маргарита Семенова, вместе с ней Юлия Нелюбова, Марина Сонюшкина и Дарья Квасова. Вот так. И уже... Теперь две петербургские команды. Поцекина на себя взяла и штанга, и гол! Первый мяч сезона есть. Ну, чемпионат, а точнее, так будет правильнее, забивает его Анастасия Дурандина. Ну и Наталья Поцекина на самом деле все сделала. Естественно, для того, чтобы этот гол состоялся. Там уже... Нужно было просто попасть в свободный угол Самойлова. Самойлова сама пошла, Атлевин уходит, штанг! Сейчас так долго она разбиралась, какую позицию в обороне занять. Прострел! Здесь не хватает. Мы так уже немножко сочетания перетасовались. На возово реальность, что, в принципе, была игровая практика тоже. Такая контрольных игр. Алькова здорово. Здорово на себя берет. И дальше... А дальше и даже пас не нужен. Ксения Алькова делает счет 2-0. Очень классно все выполнила капитан Кристалла. Давайте смотреть повтор. Сама мяч отобрала Уквасовой. Сама обыграла Семенову, которую уже нельзя было палить просто категорически. Так что, в принципе, на Садакову нет. Перехват от Алибайкины. А сейчас, а сейчас уже на Садакову и 3-0. Здесь все разыграно здорово. Но вот ошибка и наказание. Ну и у нас первый гол, который забит уже с голевой передачей. Садакова гола, Алибайкина пас. 3-0. Ну, наставник команды как раз Олег Блевский. 5-го полевого. Семенова Филатова. Тут же перехват. Ну и недолго музыка играла, судьба всему. Коваленко забьет, конечно, здесь гол. Да, Евгения Коваленко дубль оформляет. Ну и сейчас, да, сами себе, конечно, придумали. Тут же пошли футболисты Кристаллы прессинговать и все. Ну и давайте смотреть повтор. Да, голевая передача от Анастасии Дурандиной. 5-го полевого. Выходит, сокращает дистанцию и дальше уже... Ух, еще один момент! Еще один момент! Но меняются как раз футболисты, которые только что были на площадке. А это у Леви... И вот и ка... И бьющего, и заменила она как раз Филатову. И вот вышло ударить. Квасова, какой финт! Удар по воротам мимо. Самойлова один в один. И теперь можно эту атаку развить. Удар по воротам штанга. Дурандина. Дурандина уходит. Надо пас отдать. Отдает. Алькова дальше. Бы еще. Лебедевой бы покатить. Левин против Хлебосолова. И Левин отбирает мяч. Левин. Выход один на один. Удар. И... Мяч в сетке. Вот так вот. Ошиблась Хлебосолова. И забивает Кристина Левин. Первый гол Авроры в этом розыгрыше. Вот так-то. Кто бы мог подумать. Но видите, только-только я сказал про то, что голы мы еще увидим. И сразу это случилось. Ну что, 4-1. Что теперь мы увидим? Кирогова. Садакова. Самойлова. Нужен прострел. Это не точно. И что? Шестой фол. Имя, наверное, больше, чем состава. Квасовый удар. Наверное, в такой попытке найти что-то, какие-то интриги, еще один фол. В итоге короткий разбег. Нет, но с таким ударом, конечно, справится. Давайте смотреть за ее ударом. В итоге короткий разбег. Нет, но с таким ударом, конечно, справится. 3 секунды. Надо бить уже. Где удар? Удара нет. Все. Такое ощущение, что не совсем понимали, сколько осталось в баллистке Петербургской Авроры. Ну что же. Уступают они со счетом 1-4. Но при этом выиграют второй тайм. Кристалл может себе, конечно, в оправдание сказать, что все было понятно уже. По итогам первой половины. Но все-таки, наверное, завтра действующий чемпион России будет гораздо более злым.